Добрый день, дорогие коллеги! Здравствуйте, дорогие зрители! Благодарю вас, и нам действительно есть чем гордиться. Эпидемиологическая ситуация сегодня, вынужденная удаленная работа все больше за компьютером, век информатизации, новых гаджетов, усвоение получения информации через интернет, все это усугубило состояние здоровья наших глаз и глаз наших детей. Новый год – новые возможности. Сегодня мы представляем первую новинку года – крем Тенториум Ультра. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается более 2 миллиардов случаев нарушения зрения. Более 1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения. 50% современных школьников к третьему классу имеют проблемы со зрением. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава России. Специалисты центра отмечают, что в сложившейся тенденции ухудшения зрения у детей виноваты гаджеты. 30% детей оканчивают школу в очках. Для сравнения, в прошлом десятилетии близорукость выявили у 25% маленьких пациентов, в этом – у 49%. Пандемия усилила нагрузку на весь организм и особенно на органы зрения. Воздействие на них все сильнее и сильнее увеличивается. Как поддержать зрение? Как защитить глаза своих детей и родителей? Заслуженный врач Российской Федерации Наилязя Фудиновна Хисматулина обосновала способ лечения и профилактики различных заболеваний с помощью апи-акупунктуры. Апи-акупунктура. Воздействие и ведение пчелиного яда в биологически активные акупунктурные точки. За более чем 30-летнюю практическую деятельность использования апитоксинотерапии, пчелужаления, сотни наших пациентов попробовали на себе эту методику и получили положительные результаты. Самые смелые применяли пчелужаление вокруг глаз для профилактики и сохранения остроты зрения. И увидели потрясающий эффект. Но, к сожалению, не каждый имеет сегодня такую возможность приехать на процедуры по пчелужалению. Кто-то не может побороть в себе страх от применения ужаления. У кого-то есть повышенная чувствительность на пчелиный яд. И даже эпидемиологическая обстановка не в нашу пользу. Поэтому была всегда мечта создать продукт, который бы могли применять безопасно в домашних условиях все возрастные категории. Сейчас мы с вами узнаем все этапы создания нового продукта. От пасеки до клиента. Как использовать? Кому он показан? Как работают компоненты этого продукта? И сегодня представляем вам крем Тенториум Ультра с увеличенным содержанием пчелиного яда. Крем направлен на профилактику и решение проблем, связанных со снижением остроты зрения. Методом точечного втирания крема в биологически активные точки лица. Благодаря чему восстанавливается кровообращение вокруг глаз. Оставайтесь с нами, и вы увидите мастер-класс по использованию крема Тенториум Ультра. Пчелиный яд – это биологический продукт секреторной деятельности ядовитых желез медоносных пчел и маток. Пчелиный яд не просто так ядом назвали. О нем нам расскажет пчеловод-практик с многолетним опытом работы на промышленных пасеках и бортевых угодьях компании Тенториум Владимир Епишин. Доброго дня, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Вы поименно знаете каждую пчелку на пасеке. Какой нектар она предпочитает и где она его собирает. Пчелиный яд – самый опасный и редкий и полезный продукт пчелы. Где он вырабатывается и для чего он нужен пчеле и человеку? У пчелы яд начинает выделяться с шестидневного возраста, но наиболее активно продуцируется в возрасте 10-20 дней. Он нужен ей для защиты и обороны пчелиной семьи. В среднем в резервуаре еды желез пчел накапливается 0,3 мг апитоксина – пчелиного яда. Владимир Николаевич, как часто Вас жалят пчелы и укрепляет ли пчелиный яд здоровье человека? Ведь это все же яд. Конечно, они не могут не жалить при работе на пасеке. За один день работы с пчелами меня жалят от 1 до 20 раз. Несомненно, пчелоужаление полезно для здоровья. Пусть ужалит Вас пчела, говорили древние люди, желая друг другу здоровья. Парацельс, швейцарский философ и медик, говорил – все есть яд и все есть лекарство. Одна доза делает вещество ядом или лекарством. А как получают пчелиный яд? Промышленный способ получения пчелиного яда основан на использовании слабого электрического тока, под действием которого в результате раздражения пчелы выделяют яд на стеклянные листовые сборники. При этом пчелы не погибают. Спасибо, Владимир Николаевич, за краткий, но очень позитивный ликбез о жизни пчел и пчелином яде. Мы с Вами услышали, как получают промышленным способом пчелиный яд, при этом сохраняя жизни маленьких крылатых тружениц. И настало время узнать о технологии создания нового продукта и использовании пчелиного яда в креме Тенториум Ультра. Тенториум Руланд – первый в мире завод, перерабатывающий все известные продукты пчеловодства в промышленных масштабах. Современное высокотехнологичное оборудование завода спроектировано и изготовлено немецкой компанией Ruland Engineering & Consulting, специально для Тенториум. Предприятие не наносит вреда экологии и отвечает самым строгим стандартам безопасности ХАСП, гарантирующим безопасность продуктов на всех этапах производства. Для создания косметической продукции на заводе внедрена система качества GMP, обеспечивающая строгий контроль качества выпускаемой продукции по международным стандартам. Крем Тенториум Ультра – узкоспециализированный продукт, направленный на решение проблем со зрением за счет воздействия пчелиного яда на биологически активные точки, отвечающие за определенные функции. Использование акупунктурных точек для введения пчелиного яда применяется достаточно эффективно и очень давно. Точка представляет участок кожи величиной в двухкопеечную монету, отличается от окружающих тканей инфракрасным излучением и представляет коммутатор связей центральной нервной системы и внутренних органов. Воздействовать на точку можно массажем, введением лекарства, активными компонентами. И к нам в студию присоединился главный технолог завода Тенториум Руланд, руководитель отдела инновационных разработок компании Тенториум Марат Псянчин. Добрый день, Марат! Здравствуй, Ирина! Марат, расскажи нам, в чем сложность технологии создания крема Тенториум? Можно ли подобные кремы создавать кустарным способом, ну, проще говоря, дома? Конечно же нет. Основная сложность технологического процесса заключается в выведении точного соотношения компонентов, порядки и условий их внесения. Другими словами, очень важна очередность внесения, температура и агрегатное состояние как компонентов, так и их смесей, время и интенсивность перемешивания. Никакой блендер не справится, нужно специальное промышленное оборудование, смесители-гомогенизаторы, а не домашние миксеры. Но в чем тогда уникальность рецептуры крема Тенториум Ультра? Ключевым отличием крема Тенториум Ультра от крема Тенториум является соотношение компонентов. Крем Тенториум Ультра состоит из тех же компонентов, что и классический крем Тенториум. Это подсолнечное масло, воск пчелиный, экстракт хрена, камфорное масло, экстракт прополиса, пчелиный яд и экстракт цветков липы. Изменено соотношение воска и подсолнечного масла, так как продукт упакован в тубу с носиком для точного массажа. Соответственно, консистенция тоже изменилась. Увеличено содержание пчелиного яда. Но при этом содержание остальных компонентов осталось прежним. Ну тогда законный вопрос. Сколько яда содержит крем Тенториум Ультра? Пчелиного яда в 10 раз больше, чем в креме Тенториум. 100 мг яда на 100 г продукта. Крем содержит яд 30 пчел и имеет свойства, схожие с процедурой пчелоужаления. Одна упаковка крема содержит 10 мг яда. Для сравнения, в аптечных препаратах содержание пчелиного яда не более 3 мг. Марат, мне вот начали уже задавать вопросы из чата и задают вполне прогнозируемые вопросы. Насколько безопасен крем с увеличенным содержанием пчелиного яда для человека? Крем Тенториум Ультра прошел испытание по всем показателям безопасности. Если нет противопоказаний и аллергии на компоненты продукта, он может быть использован по назначению, согласно рекомендациям компании-производителя. Содержит ли он или не содержит консерванты, в частности парабены? Нет, консервантов в креме нет. Условия хранения и транспортировки. Я так понимаю, что людей беспокоит вопрос зимнего времени суток. Если крем перемерзнет, он сохранит свои свойства или нет? Температура хранения крема от 0 до 25 градусов Цельсия. Кратковременно замораживание допустимо. Но при этом размораживание должно осуществляться естественным путем, без водяных бань. Спасибо тебе огромное и всей команде сотрудников компании и завода за создание уникального и безопасного продукта. И настало время поговорить об его эффективности. В ходе сегодняшнего эфира вы можете задавать вопросы в чате. Мы ответим на самые часто задаваемые интересные вопросы. Узнать об особенностях применения крема с пчелиным ядом на биологически активной точке нам поможет врач-апитерапевт с 20-летним стажем, ученик и последователь заслуженного врача Российской Федерации на Елизе Афудиновне Хисматулины, Алексей Мажов из Санкт-Петербурга. Алексей, мы готовы к видеосвязи с вами. Доброго времени суток! Привет всем! Практикуя, пациенты неоднократно обращались к тебе с проблемами зрения. И я сама была свидетельницей использования апитоксинотерапии вокруг области глаз. Как влияет пчелиный яд при пчелоужалении на зрение и на возрастные изменения со стороны глаз? Действительно, компоненты пчелиного яда оказывают многофакторное воздействие на орган зрения. Дело в том, что когда очень часто ко мне пациенты обращаются разного возраста, когда мы целый день проводим за компьютером, у нас постоянно идет фиксация нашего зрения на близкорасположенных предметах. Это не очень хорошо. Это приводит к перенапряжению так называемой целиарной мышцы глаза. Мышца, которая фокусирует наш хрусталик на близкорасположенных предметах. И, соответственно, как бы после рабочего дня человек начинает ощущать тяжесть в глазах, даже боли в глазах, головные боли могут быть. И с этой проблемой, помимо того, что снижается зрение, люди обращаются. И мы проводили апитерапию при этих проблемах. Дело в том, что в пчелином яде, в компонентах пчелиного яда содержатся вещества, которые и расслабляют мышцы, и улучшают кровоснабжение путем расширения сосудов. И все эти два фактора, как минимум, они способствуют тому, что улучшается и зрение, расслабляются мышцы, исчезают головные боли, и человек начинает лучше, значительно себя чувствовать. Алексей, как востребована была эта процедура, и как давно ты ее используешь? Да, когда пациенты обращаются, как минимум, каждый пятый пациент так или иначе предъявляет даже не жалобы, а говорит, хотелось бы улучшить зрение. И мы проводили эти процедуры, то есть проводим процедуры апитерапии при этих проблемах и получаем хорошие результаты. А как быстро виден результат от применения пчелиного яда? Мне запомнился один случай. Была пациентка, которая обратилась со многими жалобами, и была жалоба в том числе на снижение зрения, причем значительное снижение зрения. Когда она пришла на первый прием, она говорит, я вижу только ваш силуэт, и вижу темно или светло. Ну, несмотря на такое плохое зрение, мы проводили с ней ужаление в течение 10 сеансов. И знаете, как было приятно слышать, когда на 8 сеанс она пришла и говорит, знаете, доктор, я сегодня впервые увидела номер кабинета, перед которым я сидела, и увидела ваше лицо. Вот это прямо вот лучше всяких похвал. Вот буквально действительно 8 сеансов бывает иногда достаточно, чтобы улучшить, значительно улучшить зрение у человека. Может ли крем с пчелиным ядом быть альтернативой психологически болезненной эпитоксинотерапии для клиентов? Ну, например, для подростков, ослабленных людей, да просто для тех, кто боится. Да, конечно. Дело в том, что ведь нам важны компоненты, которые содержатся в пчелином яде. И нанося крем, который содержит пчелиный яд на пароорбитальной области вокруг глаз, мы получим проникновение этих компонентов в те ткани, на которые нам требуется воздействие. И я думаю, что мы получим те же самые эффекты, которые мы будем наблюдать при пчелоужелении. Спасибо, Алексей, за подробное научное описание влияния пчелиного яда с точки зрения проблем и профилактики зрения альтернативного применения яда. А нам осталось узнать, как и где проводились тестирования крема Тенториум Ультра, ознакомиться с его результатами. Смотрим видеосюжет из офтальмологической клиники. Летом 2020 года в Медицинский центр мировоззрения обратилась компания Тенториум с предложением провести полное офтальмологическое обследование группы людей, которые согласились на тестирование нового крема Тенториум Ультра. Офтальмологическое обследование проводилось полное, о котором вам более подробно расскажет врач-офтальмолог Кисаева Илона Михауна. Обследование проводилось дважды, двух возрастных групп, до начала применения крема и после применения крема. В возрасте взрослые от 18 до 60 лет, дети до 14 лет. Стандартное исследование включало в себя несколько этапов, обязательных для прохождения первичного исследования. Это субъективные и объективные методы исследования. К субъективным методам исследования относилась визометрия, то есть определение остроты зрения, к объективным методам исследования авторефлектометрия. То есть эти методы относятся к измерению зрения. Следующим этапом проводилась проба Шермера, необходимая для определения слезопродукции глаз. Дальше проводилось измерение внутриглазного давления. Измерение внутриглазного давления проводилось бесконтактным способом всем пациентам после 40 лет. Следующим обследованием был осмотр переднего отрезка глаза на шалевой лампе. Это обследование обязательно для определения, нет ли патологии со стороны конъюнктивы, то есть таких заболеваний, как конъюнктивит, роговицы, кератит, или патологии век, блефорит, и также патологии хрусталика, катаракта. Дальше в условиях обязательного медриаза проводился осмотр глазного дна. Он проводился для исключения патологии сетчатки глаза и патологии зрительного нерва. Медриаз проводился следующим образом. Закапывались капли, расширяющие зрачок. Взрослым 0,5% тропикамид, а детям цикламид 1% двукратно с интервалом где-то в 15-10 минут. Вот и в результате подводился итог. Назначалось лечение, ставился диагноз, и пациентов приглашала на контроль повторный через месяц. О результатах исследования вам расскажут эксперты компании. Мы рекомендуем использовать дифференцированную методику применения акупунктурных точек для введения пчелиного яда методом точечного массажа и втирания крема с пчелиным ядом. В чем отличие обычного втирания крема в кожу от использования точечного массажа в специальные точки? Крем с пчелиным ядом полезно и лучше втирать в акупунктурные точки, так как усиливается локальная, то есть местная концентрация активных компонентов крема в коже и более быстро и эффективно далее передается к органам и центральной нервной системе. Пчелиный яд при воздействии на биологически активные точки улучшает тонус сосудов, микроциркуляцию крови в этой области. Механика крема дает двойной эффект от активных ингредиентов крема – это пчелиный яд, экстракт хрена, экстракт прополиса и точечного массажа на биологически активные точки. Посредством массажа увеличивается приток крови к массируемому участку, расслабляется мускулатура, что вкупе с действиями пчелиного яда дает ощутимый эффект. На основании проведенных испытаний в офтальмологической клинике в 2020 году спустя месяц использования крема Тенториум Ультра 92% респондентов отметили уменьшение усталости и напряжение глаз и, как следствие, снижение головных болей. 67% отметили улучшение контрастности и четкости зрительного восприятия благодаря устранению синдрома сухого глаза и улучшению работы слезного канала. Как мы и обещали ранее, сейчас вы увидите, как правильно применять крем Тенториум Ультра по биологически активным точкам. Смотрим видеоинструкции. Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как правильно использовать крем Тенториум Ультра для сохранения зрения с увеличенным содержанием пчелинного яда. В помощь нам вместе с кремом Тенториум Ультра идет вот такая открытка, в которой наглядно показаны все биологически активные точки. Итак, наносим небольшое количество крема на биологически активные точки и массируем каждую точку по одной минуте два раза в день. Это можно делать кончиком тубы или пальцем. Немного о технике. Выдавите небольшое количество крема и выберите нужные точки. Нанесите крем на выбранные точки и слегка надавливая совершайте вращательные движения. Первая точка поможет снять усталость глаз и головную боль. Она находится примерно в 3 мм от уголка глаза ближе к переносице. Многие из нас сталкиваются с нечетким зрением. Виной всему гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день. Особенно этим страдают дети. Они целыми днями сидят за компьютерными играми и от этого страдает зрение. Вы можете делать массаж своему ребенку сами или обучить его этой технике. Важно, чтобы крем не попал в глаза. Пусть ребенок делает массаж под наблюдением взрослых. Раздражение, жжение в глазах и слезоточивость часто появляются после долгой работы за монитором или длительных поездок за рулем автомобиля. Такое происходит и с моим мужем. Поэтому я показала ему две важные точки, массаж которых поможет справиться с неприятными симптомами. Массаж биологически активных точек с тенториум ультра под внешними и внутренними уголками глаз предотвращает мигрень. Хорошее зрение во многом зависит от тонуса мышц. Укрепить их поможет массаж точек под нижним веком. Не спеша совершайте грудовые движения. Мы завершили массаж и я чувствую, что мои глаза вдохнули и изображение предмета стало более четким. Кстати, крем тенториум ультра помогает устранить мелкие морщинки и делает кожу более подтянутой. Следите, чтобы крем не попал в глаза. Если это произошло, обязательно промойте глаза проточной водой. Помните, чтобы закрепить положительный эффект, необходимо делать массаж тенториум ультра дважды в день по одной минуте в течение месяца. Курс надо проводить три раза в год весной, осенью и зимой. Для комплексной поддержки здоровья глаз сочетайте крем тенториум ультра с другими продуктами дрожжей черникой и биологически активной добавкой черника поллин. Взгляните мы мир по-новому вместе с кремом тенториум ультра. Точечный массаж с кремом тенториум ультра при регулярном применении от одного месяца снимает усталость и напряжение с глаз, предотвращает возрастные изменения зрения, разглаживает мелкие морщинки и улучшает состояние кожи, способствует повышению остроты зрения. Мне передают вопросы из чата. Нужно ли смывать крем или не нужно? Нет, крем не нужно смывать, нужно массировать до полного впитывания. И если вдруг случайно крем попал в глаза, то традиционно промываете проточной водой. Периодичность применения этого продукта 3-4 раза в год, ну стандартно это осень, зима, весна, курсом от одного месяца. Можно или нет применять детям? Детям и подросткам применение крема тенториум ультра строго под наблюдением взрослых и при проведении теста на повышенную чувствительность. Естественно, отсутствие аллергической реакции. Возрастные ограничения это при отсутствии реакции на компоненты крема 7 лет. Насколько рассчитана одна упаковка крема? Одна упаковка рассчитана на курсовой прием. Это 400 доз пчелоужалений, 400 биологически активных точек, которые вы можете проработать, 400 раз использования. Как можно быстро получить результат от применения и в чем он выражается? Если говорить о первых косметических результатах, то их можно уже получить спустя один месяц после применения крема. По зрению это очень индивидуально. Как вы видели и слышали, наши добровольцы спустя 4 недели получили вышеозвученные результаты. Но еще раз вопрос про аллергическую реакцию. Может ли быть аллергическая реакция на крем? По статистике, 1% людей имеет повышенную чувствительность к пчелинному яду в виде проявления идиосинкразии. Конечно, может быть возможна аллергическая реакция. Поэтому перед началом использования курсового применения крема убедитесь в отсутствии аллергической реакции. Для этого проведите тест на коже предплечье. То есть небольшое количество крема нанесите на внутреннюю поверхность предплечья в области сгиба. Через 10 минут оцените реакцию. Если нет покраснения, отека, зуда или жжения, можете применять крем по назначению. Если появились вышеописанные симптомы, немедленно удалите остатки крема с поверхности кожи, выпейте антигистаминное средство и обратитесь за помощью к врачу. Ну вот это основные вопросы, которые мы сейчас услышали и увидели. И, наверное, самым приятным всегда остается послевкусие или как приятное дополнение. Крем можно использовать как косметику антиэйдж. Пчелиный яд обладает широким спектром биологической активности. Его используют как в апитерапии, так и в качестве косметического ингредиента с антивозрастными свойствами. Для усиления работы крема Тенториум в профилактике заболеваний глаз и сохранении зрения рекомендуем использовать комплексное применение апифитопродуктов Тенториум, улучшающих мозговую деятельность и кровообращение. Это медовые композиции с маточным молочком, прополисом и цветочной пыльцой. Апиток, апитонус, апифитотонус, АКТВ на выбор. Дрожжет Тенториум Плюс и черника. Биологически активная добавка к пище черника Полин, а также использование бальзамов Апихит и ЭпиВи. Друзья, от себя хочу пожелать вам крепкого здоровья, видеть мир только в ярких красках, а мы и дальше будем помогать вам в этом нашими продуктами и новинками.